В городах и селах Чувашии создают комфортную среду. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» республика получила более 360 миллионов рублей. В селе Большие Яльчики появится парк и спортивная площадка, а в Шахазанах уже благоустроили парк Победы. Подробнее Рифат Ваткулин. В Яльчиках из задуманного уже готова хоккейная коробка. Всю зиму здесь шли тренировки и соревнования. Хоккейная коробка по размеру 56 на 26, это стандарт для сельских, наверное. В этом году зимой здесь каждую неделю на выходные здесь проводили соревнования. Стоимость контракта около 3 миллиона 700 тысяч. В прошлом году 3,4 тысячи было, но общая стоимость этого объекта 7,4 тысячи. По соседству с коробкой уличная площадка с тренажерами. Село у нас спортивное, любим играть в хоккей, бороться любим, да. Поэтому решили участвовать по этой программе в комфортной городской среде. Потому что у нас пластиковые коробки не было, деревянные коробки. Потому что сейчас уже есть такая программа, федеральная программа. Почему не участвовать в таких программах? Потому что 96% дают федеральные деньги, да. Только на смертной документации мы вложим свои местные деньги. Сейчас начался второй этап работ – благоустройство парковой территории. По периметру установят фонари для освещения. Чтобы не портить облик новой досуговой зоны, все коммуникации будут проходить под землей. Должна появиться и стоянка для автомобилей. Парковые дорожки будут из брусчатки. Здесь установят ограждения, лавочки и урны. Зеленую зону украсят цветы и кустарники. По контракту работы должны завершиться к 1 августа. Однако, если позволит погода, подрядчики намерены сдать объект чуть пораньше – в середине июля. В этом году вообще у нас подразумевается где-то около 40 объектов. Из них малое количество дворов в территории, порядка 4, остальное – все общественное пространство. На сегодняшний момент практически процентов 80 уже экспертизу прошли. Оставились только небольшие площадки, которые на сегодняшний момент, скажем так, дорабатывают свои проекты по замечаниям экспертизы. Я думаю, до конца мая экспертиза будет пройдена и начнется уже процесс торгов. А это Шихазаны, Канарский район. Всего за один месяц здесь благоустроили Парк Победы. Раньше запущенный парк жители села обходили стороной. Ни освещения, ни лавочек, ни пешеходных дорожек. Густая трава повсюду. Теперь его просто не узнать, говорят жители. Сначала привели в порядок памятник. За спиной неизвестного солдата выросла стена памяти. С именами участников Великой Отечественной войны – уроженцами Канарского района. Этот парк, конечно, для сельчан, для района очень значительен. Из района ушло у нас 12 971 человек. Половина из них не вернулась. Мы должны чтить память всех участников, героев наших односельчан и жителей района. Для потомков очень важно. Они могут прочитать о своих предках, посмотреть и гордиться. Парк благоустроили на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Еще часть денег была собрана в рамках проекта инициативного бюджетирования. В общей сложности на обновление общественного пространства ушло почти 8 миллионов рублей. Сложности были, потому что погодные условия, целых две недели дождики были. Но наши работники все равно, несмотря на дождь, выходили, работали, потому что мы должны были успеть 9 мая. Я рад, что в таком парке участвовал в строительстве. Мне очень приятно слышать от людей, которые проходят и говорят очень красиво. У местных властей еще много интересных идей. И они очень надеются, что жители, как и прежде, не просто поддержат их, но и будут помогать в воплощении интересных предложений. Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.